МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы, поскольку ваши труды-то уже, они имеют все-таки резонанс, вы выходите с какими-то записками, докладами на госорганы, вы пытаетесь достучаться до власти? Знаете, если я буду тратить время достучаться до власти, все мое время туда и уйдет. Я буду головой биться в стены в 90-ки лет. Я предпочитаю другое, работать в том направлении, в каком работаю. А сами наши находки, они сделают свое дело, они прошибут все. Они лучше прошибут, чем я своей башкой. Потому что куда дейте с это все? Ну, куда? Вот сейчас нам написал Майкл Крема, например, письмо хорошее. Он тоже хочет к нам присоединиться. А кто это? Это исследователь из Америки. Он был у нас с докладом, приезжал к нам в Россию, читал лекции по своей древней археологии в Тюменском университете. Но дальше Тюмени его не пустили. Ведь надо же понимать, что вот этот Крема, он доказывает, что цивилизация на Земле, она миллионы лет, он находит эти архефакты, миллионы и миллионы лет. Но дело в том, что Крема, он допустил одну ошибку, он слишком честный. Он очень честный человек. Хороший, честный, у него великолепные книги. Вот Майкл Крема, Ричард Томпсон, например, Бьювал, например, Хэнкок, это люди серьезные, Таран, это все американцы. Они в этом направлении бьются из последних сил. Они с этой бедой, с которой мы столкнулись, у нас это все объединило. Они нам пишут письма, мы им пишем письма, мы играем в одной команде. Уже одна игра. У нас идет общее все. Вот он что сделал? Он, выступая в Тюмени, рассказывает, что мы нашли отпечатки людей, которые когда-то ходили здесь по этим местам, где-то там, по-моему, в Канзасе, или где-то, я уже не помню, где, но он нашел. И там отпечатки обуви, подошвы. А примерно это палеоцен, это время примерно 60 миллионов лет назад. Но что он сказал? Говорит, здесь вот на этой обуви написано на вашем, вашей кирвице, на древнем русском языке. Все. Он подписал себе приговор. Ему больше не дали читать лекции. Он показал эту подошву на наш язык. И аккуратно, аккуратно дали понять, что ему делать в России нечего. Вы понимаете, какая мощь масон в науке? А говорят, это вот не принимает сознание, это да все принимает. Все это отговорки. Здесь просто установка, что русский народ, он обречен на вымирание, на гибель. Поэтому говорить о его древности, это смешно. Это просто ломает все их представления. Гаплогруппа Р1А1, она должна погибнуть. Потому что это опасная гаплогруппа для тех, кто управляет планетой. Гаплогруппа Р1А1, северная гаплогруппа. У нас в наших городах 80-90% населения эту гаплогруппу несут. В наших русских городах. А на территории Западной Европы, даже в Скандинавии, 22-24%. В Германии 22%, в Скандинавии 24%. Хотя по крови, по расе, они близки к нам, но они уже изменились. Генетика изменилась. Уже изменена генетика. О, там скандинавский тип. Вид у него, да, он белый, там высокий. Но он уже курносый. Финская уже, уже финская генетика идет. Понимаете? А финская генетика, это уже другой, другая раса. А у нас, на Руси, вроде бы и финнов полного круга, а народ сохранился. Надо отдать должное американским генетикам. Вы, наверное, мою книгу читали. Книга называется «Средневышние богов и кромешники». Там в конце про респедицию. И там две у меня статьи. Одна статья о наших ран, ученых, да, о том, что мы русские, не являемся русским народом, что мы все финны, что мы украли язык у славян, что культура то же самое, да как это можно украсить, интересно, на допросе. Но они написали это все, да. А вторая статья – работа американских генетиков, которые 10 лет отработали с генетикой русского народа и говорят, что расселение всех, всей вот этой, всего многообразия белой расы по планете идет из Восточной Европы, и русский народ является коренным народом, который дал различные направления расселения в Индию, в Иран, в Европу. Это написали американцы. Вот наши враги вроде бы, да, а евреи какие молодцы. Читали еврейские эти самые работы по русскому языку. Это надо читать, они умницы, они на самом деле работают в плане вот тоже, мы их, я уже сейчас на фамилии забыл, я три этих, три статьи их не читал, так удивился, почитал, думаю, ничего себе дает. Они прямо говорят, если хотите, чтобы ваши дети были умными, умными, развивались по-настоящему, не учите ни английский, ни еврей, берите грамматику русского языка, учите русский язык, образный язык строит мозги, строит сознание, и тогда можно на любой язык перейти. Они цел, вот эти израильские ученые написали просто гимн русскому языку. Но я вам могу произвести еще кое-что интересное сказать про наш язык, про нашу древность, если хотите. Значит, это уже немцы, это уже мои друзья немцы, которые мне позвонили, вот недавно мне сообщили, с восторгом с таким, там возник вопрос, в Скандинавии и Германии. Что? Вот приезжают наши ребята, семьи русские, начинают детей отдавать в школу. Вот сидят дети русские, норвежцы, датчане, шведы и немцы, ну везде это, да? Вот. И через три месяца, буквально три месяца общения детей, норвежские, датские, шведские дети, немецкие, переходят на русский язык, они свободно разговаривают, учась у наших детей русскому языку. Наши дети, немецкий язык, они как с трудом, но они тяжело его усваивают, им трудно ломать себя, наши дети. Они усваивают ровно так, как позволяет их, что сознание, их память, да? Вот, со скоростью той, как работает память. А эти на огромных скоростях моментально усваивают русский язык. И этот вопрос стал у ученых Запада, они не могут понять, что происходит, почему так. В остальных науках наши дети более образованы. Наши дети там, ну просто, академики, по сравнению с ихими детьми. А вот в языке вот так. Язык они усваивают, все, но русский язык здесь мгновенно. И что же делают немецкие ученые, они занимаются исследованием мозга. Они здесь за нейронные связи в головном мозге. И мне вот, Эдуард Шек звонит, говорит, Георгий, я тут статью прочитал на немецком, я тебе на русском, потом переехал. Статья научная, оказывается, нейроны головного мозга общаются между собой на частотах русского языка. Это язык не наш, это космический язык. Русский язык, это космический, мы его сохранили. Образный космический язык. Часть языка мы сохранили. Не весь, конечно, но часть. И если нейроны головного мозга на частотах, то есть на русском языке общаются, поэтому мгновенно дети ихние, да? А теперь давайте подумаем, а что же произошло, почему из русского народа создали германцев? Германский пласт, он же искусственно создан, то же самое сейчас на Украине творится, создается какой-то другой атмос в Западной Украине. Вы понимаете, сатанизм чудовищный, сломать генетика, нейроны общаются на одной частоте, а им вкладывают другую частоту искусственного языка. Потом переломили людей, но генетика осталась та же. Принимают наши частоты, мгновенно начинают работать сознание. Понимаете, как интересно? Это же страшно. Это миллионы людей свели с ума, создав искусственное направление в языке. Все языки, оказывается, начиная с латинского, это все искусственно придумано. Это надо понять и принять. Кстати, об этом то же самое говорит и Чудинов, он этого не отрицает. КОНЕЦ КОНЕЦ